Дорогие мои, я очень хочу, чтобы мы с вами правильно организовали именно процесс, как ставить комментарии. Некоторые наши люди, комментарии ставят, которые неуместны вообще. Когда вы пишете в комментарии, задумайтесь, от этого комментария польза есть или нет. А если нет пользы, просто так не надо писать. Не ругайтесь в моем чате. Я эти рубрики, эти все веду, эти все, странички, не для того, чтобы вы ругались. Вы просто тупо что-то плохое написали, соответственно, на что больше внимания обратите? На плохое. Критика. Критика бывает два вида. Бывает конструктивная критика, бывает кусачая критика. Кусачая критика это от зависти бывает, от непонимания и нехватка знаний мудрости. Это люди, которые не уверены в себе, ничего не добились сами и питаются просто как маленькая собачка. Бывает, маленькая собачка больше всех кавкает. Тогда нам придется просто устранить вас. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Хочу в этом выпуске сказать кое-что о нашей коммуникации, о наших взаимоотношениях и так далее. Дорогие мои, я очень хочу, чтобы мы с вами правильно организовали именно процесс, как ставить комментарии. Как ставить комментарии, как должно быть комментарии и так далее. Чтобы от него была какая-то польза. Дорогие мои, я вижу иногда, читаю комментарии, чтобы посмотреть, какая моя аудитория и обратные связи и так далее, чтобы был. И анализирую, смотрю, некоторые наши люди комментарии ставят, которые неуместно вообще никакой отношения не иметь с этой темой. Когда вы пишете комментарии, первое, старайтесь, чтобы ваши комментарии имели какое-то отношение с этим, с этим видео, с этой темой, о чем идет речь. Это первое, что должно быть, иначе что к чему получается, непонятно. Хорошо? Второе, второе, когда вы ставите комментарии, старайтесь, чтобы креативно мыслить. Мыслите креативно, чтобы ваша мысль еще заставила рождать новые мысли. Смотрите, комментарии, то есть, что такое креативность? Креативность это, когда вы свою точку зрения правильно выражаете. Это нормально, это естественно, и так должно быть, так должно быть. Это не означает, что вы критикуете. Быть креативным другой, а критиковать другой, это абсолютно разные вещи. Уловили? Очень надо мыслить креативно. Это нормально, чтобы был диалог, был общение и так далее. Это правильно. Теперь, третья вещь, критика. Критика бывает два вида. Бывает конструктивная критика, когда вы эксперт, когда вы профессионал, вы можете сказать, знаете, вот это не так, а вот так лучше. Вы скажете, что, знаете, ребята, я делал в своем опыте вот так, и это показал больше результат. Это конструктивная критика. Это нормально, это правильно, это естественно. И так должно быть. Вы думаете, что я все знаю в белом свете? Так не бывает. Только Всевышний все знает. Так что конструктивная критика, это нормально. А вот бывает кусачая критика. Кусачая критика, это что значит? Вы не профессионал, вы не эксперт, но просто болтаете, что в голову у вас происходит. Но это, вот, например, игнорирую. Ой, это не работает, это все болтовня, это вы такое, это вы такое. Или кто-то из вас иногда, я не понимаю, начнет ругаться. Либо кто-то из вас меня ругает. Это кусачая критика. Кусачая критика, это от зависти бывает, от непонимания и нехватка знаний и мудрости. От нехватка профессионализма. Кусачая критика, смотрите, конструктивная критика используют профессионалы, чтобы стать умнее. Обмен мыслей, происходит обмен мыслей. Конструктивная критика делает нас всех мудрее. Это нормально, это наоборот хорошо. А вот кусачая критика, это люди, которые не уверены в себе, ничего не добились сами. И питаются просто, как маленькая собачка бывает. Маленькая собачка больше всех кавкает. А большая собака, которая сильная, посмотрите, даже спокойнее идет. Не ругайтесь в моем чате. Я эти рубрики, эти все веду, эти все странички не для того, что вы ругались. Не надо ругаться, не надо плохие слова писать. Понимаете, у вас есть дома, так? Вы дома же грязные пропускайте. Вы же после дождливой погоды, когда приходите домой, грязные зонты, грязные обувь. Не таскайте же дома свою гостевую, так? Или там, не знаю, с улицы грязные не таскайте. Я тоже не допущу, что в моем страничке была грязь. Если я вижу, что вы ругаетесь, если я вижу, что вы плохо говорите, я просто по администрации поручаю, что устранить этих людей грязь всегда надо отмевать. Грязь всегда надо убрать. Это так. Если один раз попытался помогать, два раза попытался помогать, десять раз попытался помогать, а изменений нет, в медицине что делает? То, что не лечится, режется и выкидывается. То же самое. Поэтому мне придется, вы вынуждаете нас, чтобы, если у вас род открываете, только плохое выходит, род открываете, что-то ненужное выходит, тогда нам придется просто устранить вас. Просто уделить ваши комментарии, просто заблокировать вас и так далее. Почему? Потому что нам не нужна грязь. Зачем нам это надо? Четвертая вещь, которую очень хочу, чтобы вы научились. Когда вы пишете в комментарии, задумайтесь, от этого комментария польза есть или нет. А если нет пользы, просто так не надо писать. Это очень-очень важная вещь. Если от этого вы видите пользу, напишите вот свои мысли и так далее, чтобы это было полезно и тем, кто еще будет читать. Пятая вещь. Ставьте лайк, если это вам понравилось, если это вам по душе, если это действительно хорошо. Вот, знаете, бывает, вау, вот это то, что нужно. Ставьте лайк, это здорово. Поделитесь, поделитесь с друзьями, знакомыми и так далее. Те важные информации, которые вам помогли в жизни. Поделитесь. Мы должны хорошие распространять, чтобы наше общество стало хорошо. Видите, я чуть-чуть что-то в жизни, если понял, с вами начну делиться же, правда? Почему? Потому что я кое-что понял в жизни. Знание принадлежит всевышнему. Когда мы делимся знаниями, мудростями, вокруг нас мы, как садовник, выращиваем нужных людей. Мы помогаем им стать лучше, помогаем им быть счастливыми. Мы становимся причиной изменения их жизни к лучшему. Помните, самое большое ваше достижение в жизни, если вы смогли стать причиной успеха других людей. Это самое большое достижение. Если вы смогли стать причиной улучшения жизни чьей-то, кто-то подходит вам и говорит, ты знаешь, ты изменили мою судьбу, изменили мою жизнь. Я тебе очень благодарен. Вы знаете, ничего не сравнивает с этим. Ни ваша машина, ни ваши дома, ни ваши достижения, ни ваши дипломы не дает такое удовольствие, как это. Потому что это что-то божественное. Вы попробуйте стать причиной изменения жизни других людей. И тогда вы видите, что жизнь, все возвращается к вам тысячекратно больше и дает вам шанс просветать, дает вам шанс стать успешным. Так что, когда слова говорите, слова либо вдохновляют, либо ранят. Поэтому, когда вы пишете хорошие, полезные, может быть, ваши комментарии станут еще причиной кому-то. То, что поделились, еще станет причиной. А вы, когда всякую ерунду или какое-то вранье или плохое пишете, это тоже могут кого-то остановить. Хотя это мог бы для кого-то быть полезным. Но и от того, что вы просто тупо что-то плохое написали, может быть, он тоже сознание еще не готов. Соответственно, на что больше внимания обратит? На плохое. Посмотрите, человек на хорошее больше внимания обращает по своей природе или на плохое. Человек всегда плохое видит первым. Например, если я перед вами выхожу в красивом новом костюме, а тут где-то грязь. Вы что больше? Или порвены? Что вы в первую очередь заметите? Мои слова? Нет, вы в первую очередь заметите, что порвены или что грязь. Потому что человек на плохое привык смотреть. И быстрее воспринимает плохое. Странно, но это так. Поэтому мы должны это понимать, осознавать. Ваши плохие комментарии тоже могут кому-то навредить. А вы, когда навредите всех вокруг, и вашей жизнью что будет? Ваша жизнь превращается в ад. Жизнь становится труднее и труднее вам и начинает морально давить на вас. Так что это очень вы должны понимать. Дорогие мои, если то, что делаю я, оно было бы полезным, давайте все вместе эту пользу донесем до большей креста людей. Посмотрите за моей спиной. Вот это все видите? Вот это все, это не просто так. Во всех этих регионах, где-то мы уже существуем, где-то уже предварительные контракты есть, предварительные представительства и так далее. Это не просто так. Понимаете? Если то, что мы делаем, не было бы полезным, более 1 200 000 человек не посовершили наши семинары и тренинги. 22-е год уже, как я работаю как тренер. Это все показатель. Я считаю, что это очень хороший показатель. 34 доллара миллионера за 7 лет. Мы вырастили своих учеников. Так что желаю вам успехов. Давайте по этим правилам делайте комментарии. Правильно делайте комментарии. Не спорьте между собой. Не разногласия не создавайте между собой. Потому что что касается для вас правды, для другого может быть будет по-другому. Однажды учитель держал одну книгу и студентам говорит, какова свет обложка книга. Все говорят, черный. Он говорит, действительно вы правду говорите? Они говорят, да, черный. Он говорит, нет, вы еще раз постарайтесь подумать. Они все сказали, ну это же черный. Но когда он повернул книгу, в другой стороне книга была обложка красная. И он сказал, представьте на минуту, если мы сейчас спорили бы. Я сказал бы, не обложка книга красная, вы сказали бы черная. И мы спорились бы долго. И каждый был бы прав. Поэтому не спорьте сменение других людей. Потому что у них есть свое опыт в жизни. Жизнь настолько богат, настолько многогранна, что единственная формула не существует. Хоть верить или нет. То, что вам подходит, может быть третьему не подходит. Или четвертому вообще противоположно. То, что мне подходит, может быть вам не подходит. Жизнь такая. Но из того, что мы говорим и делимся, иногда 20% совпадает. Иногда 30%. Иногда 80%. Если ситуация похожая, ситуация. Или ближе к менталитете и так далее. Поэтому попробуйте, вдруг вам поможет. Желаю вам успехов. Ставьте лайк. Рекомендуйте своим знакомым, друзьям наш канал и нашу страничку.